В этой квартире детский смех не раздавался уже полгода. Единственное напоминание о малышке – фотография, по соседству с которой два граненых стакана со спиртным. Семейную идиллию разрушил алкоголь. Он же заставил взрослых постоянно скитаться по притонам. В настоящее время как у вас вообще обстановка в квартире? Ребятишки сейчас в настоящее время где находятся? Пьет. Ребятишки пьют, то есть родители пьют. Оксана пьет, Илюш пьет. А ребятишки где находятся? В дом детства. Работа с такими неблагополучными семьями – одна из должностных обязанностей нашего героя – старшего участкового Сергея Кузнецова. Причем одна из самых сложных обязанностей в моральном плане, подчеркивает он. Видеть горе всегда тяжело, особенно если оно детское. И виной тому – родительская безответственность. Ломая жизнь себе, они обрекают на несчастье и малышей. Если брать сложные семьи, состоящие на данный момент, у нас на учете, так, это порядка 65 семей у нас стоит. Это очень сложных семей. Зачастую в дом детства попадают дети именно из таких семей. Однако даже в этом случае и у родителей, и у семьи есть надежда на будущее. Им всеми силами стараются помочь и сотрудники социальных служб, и участковые. Дело в том, что в нашей сфере работают по большей части женщины. Женщина сама по себе существо, конечно, слабое. И порой даже физическая сила, присутствие мужчины помогает специалисту и собраться духом, и даже войти в семью. Все проблемные семьи, рассказывает Сергей Кузнецов, участковые особенно опекают. Убеждают вернуться к нормальному образу жизни, затем постоянно заглядывают в квартиры с проверками. Чаще всего результаты положительные. Основная масса людей, основные люди, все, то есть дети, возвращаются в семью и продолжают жить в семьях. Однако, как ранее было сказано, семьи остаются в определенном временной контроле, с родителями проводятся профилактические беседы, разъяснительные беседы, принимаются все меры. Изменить лица по каждому факту проводится проверка. Порой, говорит Сергей Кузнецов, сразу ясно, исправится горе родитель или нет. Без малого 10 лет в профессии уже научили его хорошо разбираться в человеческой психологии. Поэтому даже всем молодым сотрудникам полиции он советует начинать карьеру именно с работы участкового. Дело в том, что это служба, которая научится, можно сказать, всему. Это и профилактика преступлений, административные правонарушения, выявление преступлений, раскрытие преступлений, составление административных протоколов, самое главное, общение с гражданами. За годы службы, говорит Сергей Николаевич, повидал всякое. О чем-то хочется забыть, а что-то вспоминает с улыбкой. Например, однажды Сергею Кузнецову пришлось неделю буквально жить на городском кладбище. Поджидали тех, кто воровал надгробие. Практически в течение недели каждый день приходилось выезжать на кладбище, общаться с людьми, в результате чего, чем запомнилось нам уколом делать. При работе, при общении с гражданами была получена информация, что по данному факту причастны люди, проживающие неподалеку от кладбища, в дачном поселке. Данные лица были заключены и впоследствии привлечены к ответственности действующего законодательства. Сам Сергей Кузнецов признается, что работу свою любит. Сперва, конечно, было трудновато, но помогли и старшие товарищи. Они же стали образцом профессии. Поэтому на вопрос, что же главное в работе участкового, Сергей Кузнецов, не задумываясь, отвечает – помощь людям. Участковый пункт полиции, непосредственно который я обслуживаю, расположен по адресу улицы строителей 3 города Речи Материнской области. Дни приема – вторник, четверг, суббота, с 17 до 19. Контактные телефоны 60 91 57 и номер мобильного телефона 71 22 14. На своем экране вы видите адреса, входящие в административный участок Кузнецова Сергея Николаевича. Редактор субботитров А.Семкин Корректор А.Егорова